Микс Ньюс Радио Болтком Радио Болтком Радио Болтком В конце – да. Ну, в принципе, в любом случае проигрышов было полно и больше, да. В конце – да. Я проиграл все, да. Более 20 лет вы были? Да. Ну, 20, да, более 20 лет. Зависимо. Я играл, да. Начиная медленно, медленно, и все, пока меня затянуло, затянуло, и совсем доигрался, да. То есть сначала это, не было сначала каких-то игровых запоев, все было достаточно так? Нет, мне было так, что я как-то медленно, да, все это начал, это просто очень нравилось мне. Это была что-то игра, игра, мне как-то все время затягивало, я вообще такой азартный, да. И спорт нравился, потом карты нравились, еще что-то. И потом начал работать, да, в Риге, и работа была, постоянная зарплата была, и я как-то узнал эти аппараты, да. Игровые аппараты, и как-то медленно, да, сперва я играл. Ну, на те деньги, которые мне остались, на которые я мог, как-то медленно, и я удовольствие получал. Ну, и проигрывал, и выигрывал, ну, все это было очень в меру, ну, так, как говорится, как развлечение. И потом с годами, с годами все это затянуло так, что уже большие проигрыши, долгие проигрыши, все проиграл, можно так сказать. Ну, вот один из выздоравливающих игроманов был гостем программы «Выбор», так же, и вот что он говорил нам, зачем, по его мнению, зависимые идут в игровой зал. Давайте послушаем, надевайте, пожалуйста, на уши. Я шел туда, чтобы проигрывать. Никогда для того, чтобы выигрывать. Это звучит странно, но, по сути дела, это так. Но какие чувства вы испытывали в отношении самого себя? Что именно вы имеете в виду? Что вы переживали внутри? Как вы относились к самому себе? С лютой ненавистью. Ну, вот у вас было такое осознание внутри себя, что вы пришли проигрывать, во-первых, и это чувство лютой ненависти, насколько было свойственно? Знаете, я так думаю, это где-то внутри, ну, может, под сознанием где-то такое, но, в принципе, нет, деньги, 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 это очень большую роль играет. И, ну, я сперва мог даже уйти с выигрышами. Мне это деньги, они такого давали, ну, ощущение, что да, я это сделал, я это, ну, я король, я там... Под удовлетворенностью. Да, да, ну, это вот... Силы, может быть. Поменялись, ну, это, ну, да, в зале, ну, то, что я в это, в игровое время получил, ну, эти ощущения, они такие сильные, да? От выигрыша, ну, и от проигрыша, наверное, тоже. Ну, да, конечно, проигрыш тоже. Он такой, я не могу в жизни, в принципе, получить такой проигрыш и разочарование, какие были мне, ну, эти ощущения. Те чувства, которые вы там переживали. Ну, такие, что вообще, ну, не знаю, хотелось застрелиться. Ну, и вообще не хотелось жить, да? И не прошло несколько дней, да, или даже часов, если я деньги получил, я был опять в зале, да, и я продолжал это. И буквально тогда могло случиться, что я выигрывал. И тогда я опять эти ощущения, что выигрыша, что я контролирую жизнь, что я сделал, я это сделал, это все. И буквально опять через пару часов, опять я был в яме, что не хотел жить. Ну, примерно такие ощущения. Ну, а когда вы были в яме, то, наверное, это были воспоминания о больших выигрышах? И это... Нет, ну, там уже... Просто успокаивало. Нет, ну, когда я все проиграл, это был, конечно, такой, ну, я не понял, как я так, да, бивал по-всякому, что я, ну, был и пьяный, и по алкоголю. Ну, тогда понятно, мол, ну, было так, что я и трезвый всю ночь отсидел, все проиграл, по нулям вышел и не понимаю, как я так мог сделать, опять как жить, что делать. Там долги, там долги, это не заплатил, были деньги опять по нулям. Ну, такие ощущения. Ну, сказать, что я сознательно шел за такими, ну, в принципе, я хотел выиграть. Мне казалось, что эти деньги, деньги мне даст то, что я в этой жизни хочу. Легкие деньги. Ну, вы пытались купить счастье, если можно так, в принципе, высокопарно сказать, да, об этом? Да, да, да. Я думал, что, ну, да, я так смотрю, ну, потому что для меня жизнь такая, она, ну, непонятная была или трудная, ну, надо работать и деньги зарабатывать, да, да. Ну, как-то устал я и в доме, и на работе, и как-то эти ощущения, ну, хотелось, легкое, да, оказалось, что для счастья мне нужны деньги. А как их получить? Ну, мой азартный этот характер, что-то я просто нашел эти игровые аппараты и там, и начал это всей душой искать. Ну, вот в нашей программе перекликаются обычно зависимости между собой алкоголизм и наркомания, игромания. Давайте еще вот о чувствах послушаем, которые испытывал зависимый алкоголик, он также был гостем нашей программы. Давайте послушаем, что он рассказывал здесь. Конечно, я пытался себя всячески оправдать, что я вроде как и не пью сильно так. Под забором пока, хотя были всякие, были случаи на грани смерти, были, потому что я не выпивал, я пил. То есть я пил сильно запойно, долго, месяцами. То есть я запойный алкоголик. Есть разные, есть марафонисты, есть вот такие. Вот это состояние, то есть я погружался вот, то есть во мрак, ну, вроде как незаметно, но довольно быстро, да. Потому что алкоголь, болезнь чувств затрагивает все сферы человека, то есть физическую, психоэмоциональную и духовную. То есть это такой очень большой спектр эмоций, которые переживает алкоголик. Очень большой. Вот, и все это деградирует. Вот, то есть тело разрушается. Вот вы ощущали на себе в физическом плане и психологическом плане разрушение организма и тела? Ну да, ну это безусловно, я говорю, там такие ощущения. В принципе, если я алкоголь бы не употреблял, да, который мне помогал как-то расслабиться и мозг отключить, то я не знаю, как бы я мог пережить это состояние, которое мне давало этот проигрыш, этот зал. Это, ну, ночами там, даже сутками я мог в зале находиться, да, и все время, деньги, деньги, все время в зале я мог поработать, еще что-то опять. Все время я думал про зал, ну, чтобы играть, про игру я думал. Она меня так затягивала. А если, ну, это довольно такой напряженный для меня был и психический, и эмоциональный такой, ну... Это была в комплексе зависимость у вас, алкогольная в том числе? Ну да, да, я уже потом алкоголь тоже, ну, я, в принципе, алкоголик, да, и, ну, нашел алкоголь, да, и от него тоже не мог избавиться никак, и он меня тоже затягивал сильнее и сильнее, потому что я, ну, это было двойнее, да, и игра, и алкоголь. Последние годы, когда я был зависимый, было такое, да. Ну, вот о чувствах, вот, зависимый, выздоравливающий, вернее, сейчас игроман рассказывал о чувстве лютой ненависти, сейчас вот мы поставили небольшой отрывок из интервью зависимого алкоголика, он сказал тоже о том, что это болезнь чувств и затрагивает огромный спектр. Что вы переживали по отношению к себе? Ну, ну, то же самое, я сперва, конечно, не понял, я думал, я не так играю, я не те ставки ставлю, я буду сильнее, я там буду чуть-чуть, я просто дольше просидел, там, на этот раз я там проиграл, в следующий раз не буду играть, да, ну, это про те чувства, когда я играл, ну, в принципе, я сейчас узнал то, то, что, ну, я вообще в своих чувствах, ну, мало чего знал, и, ну, более или менее все зависимости, ну, какие-то, ну, болезни, чувства, я к этим согласен, потому я смотрю на себя, что, ну, я там не мог, не умел, в принципе, не сердиться, ну, не радоваться, и не надо как-то было это компенсировать, я просто сейчас, когда я трезвый, я много узнал про себя, пытаюсь себя узнать, и, ну, чтобы жить нормально, чтобы не надо было убегать в эти азартные игры, в алкоголь, ну, когда я не справляюсь своим чувством, это так я вижу для себя. Давайте послушаем, что еще нам о чувствах, о чувстве стыда и страха говорил зависимый наркоман, который был также гостем программы «Выбор». В моем личном случае, да, моя зависимость выразилась в зависимости от чужого мнения, да, то есть, ну, и под этим всем стоял страх, да. Что подумают окружающие. Да, что подумают обо мне окружающие, и это вызвало чувство стыда, да, то есть, там, я буквально могу вспомнить, как я ходил в Ясли, и у меня была такая няня, тетя Люба, вот, и однажды, а я родом Согра, да, то есть, ну, маленький город, у нас все друг друга как бы знают, вот, и я помню, как она задала мне вопрос, да, что у тебя папа снова напился, да, и я испытал стыд. Вот, первый раз в жизни я испытал стыд, потому что я понял то, что какие-то вещи, которые происходят у нас дома, о них знает кто-то еще, да, вот, ну, то есть, я ребенок, да, вот, я испытал стыд, и потом вот на этом начала формироваться зависимость, это долгий комок, да, потому что я боялся испытывать стыд. Хотелось уйти от этой реальности. Естественно, да. Ну, вот о том, чтобы уйти от реальности, вы также говорили, ну, а чувство стыда и страха, оно присутствовало в вашей жизни, и как оно проявлялось? Ну, да, если я так вижу, ну, конечно, у меня много сомнений, у меня и сейчас, да, конечно, и много страха, ну, которым я даже не знал, как обращаться, я его подавил себя или, ну... То есть, это шло еще из детства, возможно, да, из каких-то... Это из детства, да, наверное, ну, как это, или... Ну, от школы, от еще чего-то, как я развивался, ну, от друзей, которые рядом. Ну, трудно мне сказать, да, ну, мне... Ну, я боялся там про многие вещи говорить, боялся много что делать, и как-то, ну, занимался спортом, да, там... Ну, и как-то, ну, убегал от себя. Ну, это же то же самое, что спортом я занимался, да, мне там, например, интересовала девушка, да, какие-то там... Да. ...подростковые возраста, да, ну, я просто боялся этими, не было с кем поговорить, и что. И я это себе подавлял, и начал там, не знаю, делать то, что я умею. Там, спорт, еще что-то, бегал по лесу, да, там, чичек фотографировал, еще что-то такое. Ну, а то, что мне нравилось, я не знал, что с этим делать, и это так медленно скапливалось, и... Ну, и сейчас я вижу, что это нормально, что я нашел азартные игры и алкоголь. Это было как, ну, как лекарство, да, я просто, чтобы не испытывать эти ощущения, которыми я, ну, не мог жить и не знал, что делать, я просто убегал, убегал в другой мир, в другую реальность, найдя алкоголь и азартные игры. Ну, вы чувствовали себя там в безопасности? Ну, в принципе, да. В игровых баллах? Да, это такое, это все знакомо, и, в принципе, я там, и это мне очень, и сейчас еще нравится, очень. Сейчас? Конечно, я знаю, что там такое, я там сижу, я там могу играть, я там могу кофе, там подносить девушку, я там чувствую очень нехорошо, я просто помню сейчас, и знаю, что это такое место, если у меня есть деньги. Мне там не надо думать о проблемах, не надо, мне там ответственность за детей, за работу, за ешук, мне все это отключается, я сижу у своего аппарата, и все. У меня мой бог и сотрудник, не знаю, коллега, ну, все. Если он еще мне дает или что, это хорошо, ну, это так, да. Так я убегал от реальности. Ну, вот говоря об эмоциях, от больших выигрышей, которые испытывают зависимые, вот давайте отрывок из рассказа «Игромана» поставим, еще и позже поговорим об этом. Я становился чрезвычайно нервным и крайне раздражительным, и даже грубым, когда я проигрывал. Но были какие-то случаи, когда я выигрывал деньги. И это было, фактически, самое плохое, что вообще случалось в моей жизни, потому что я понимал, что это ненадолго, и я эти деньги сразу же проиграю, это только зависит, в какой именно день, или сегодня, или завтра. Так что я отлично осознавал то, что деньги у меня не останутся, ни при какой, ни при каком раскладе. Вот большие выигрыши. Вы говорили в начале программы о том, что в начале вашего пути зависимого они были чаще, потом все проиграли, но это вот эмоции, о которых как раз говорил. Ну я, конечно, когда я играл, ну все те, что я нервный, не в себе, такой раздражительный, это все понятно, и так и было со мной. Ну, когда я был проигравший, тогда они били острее. Ну, когда я был выигравший, я все равно был, как на иголках. Ну, я не мог, я знал, что мне надо обратно, но я мог снять, да, мог с этим деньгом быть, но я никогда, ну, трудно мне вспомнить, что я для себя купил. Я никогда эти деньги не тратил для себя. Они мне могли лежать иногда час, иногда день, иногда, может, даже неделю, но я все равно их проигрывал. Ну, да. Но выигрыши не приносили успокоения? Ну, они приносили, да, они все это счастье приносили, но это было на время. Потом все равно был спад, потому что нереально мне было остановиться и потратить их на себя, как я буду что-то покупать для себя, и как я потом буду играть. Ну, мне эти деньги были нужны, но... Был такой замкнутый круг. Как будто я радовался тому, что мне они есть, и я могу все делать. Конечно, мне там надо было заплатить, не знаю, за горючку в машине, да, там, за дом, там, за жилье, там, покушать. Но все равно остальные... Потому что деньги били, я был рад, я смогу идти опять играть. Примерно так. Давайте еще один отрывок послушаем. Вздоравливающий игроман, что сказал нам в этом эфире. Небольшой отрывок о том, о последствиях зависимости он говорил. Сам о себе я не могу сказать с полной уверенностью, что, например, завтра я не пойду играть. Конечно, я делаю все возможное, чтобы это не случилось. Есть какие-то принципы, которые я соблюдаю повседневно. И потому что мне надо быть очень осторожным, потому что я очень хорошо знаю, как коварна эта зависимость. Как проходил Ваш день зависимого человека? Очень трудно проходил, потому что мне приходилось очень много работать. Мне приходилось работать фактически за троих. Потому что каждый раз ставки должны были быть выше предыдущих. И выигрыши, на которых я надеялся, они должны были быть очень высоки. Потому что с каждым днем, который я проводил в игровом зале, я проигрывал очень много денег. И долгов становилось все больше и больше. И работать приходилось очень много. И я уставал нечеловечески просто. Вот Вам знакомо это, темпы зарабатывания денег? Ну да. Ради того, чтобы пойти в козыне, нечеловеческая усталость, как раз о чем говорил гость. Да, но это было такое колесо. Чем я больше зарабатывал, чем я больше проигрывал. И не остановиться, я понял, что нет смысла мне работать. И еще какие-то дела делать, где эти деньги шли. Потому что тем больше я усилий туда вкладывал, уставал. Тем больше мне надо было релаксации. И я это получал в игровых залах. И чем больше я зарабатывал, чем больше я проигрывал. Ну остановиться не мог. Ну с другой стороны, это, я не знаю, были какие-то силы, чтобы это делать. В принципе, я вот сейчас смотрю на себя, что там было. Я не понимаю, откуда я мог это взять, чтобы работать. И чтобы там не спать ночами, опять идти работать на одну работу, другую. И еще там какие-то дела совершать, чтобы только получить деньги. И как я их получал, опять я был взялин. Такая невероятная предприимчивость и наличие физических сил. Ну непонятно, вот откуда, как будто, не знаю. Эти эмоции, да, там все время, ну, чувства, которые я там испытывал, там. Да, они были, конечно, кошмарные для меня. Мы сейчас небольшой перерыв сделаем, потом вернемся и продолжим. Напомню, что у нас в гостях выздоравливающий игроман. Вы также можете нам звонить, задавать вопросы. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефон у прямого эфира. Скоро вернемся. Мы продолжаем программу «Выбор». Говорим мы сегодня о зависимости. О зависимости не от вещества, а от процесса, как ее еще называют. Зависимости без запаха и явно выраженных признаков. Об игромании мы говорим. И у нас сегодня в гостях выздоравливающий игроман. Здравствуйте. Добрый день. Напомню еще раз, телефон у прямого эфира. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете звонить и писать в WhatsApp. 230-6191. Это номер WhatsApp. Каким был тот период, когда вы все проиграли? Ну, последние годы, когда я играл, ну, это все время мне доказалось. Все, это последнее время, это все, уже некуда. Ну, все. Ноль, ну, долгов там немерено. Там судебные исполнители сидят. Там, ну, таких долгов. Денег уже негде брать. Ну, еле есть где жить, да. Ну, просто было несколько случаев, сколько раз, я не знаю, ну, если не сотням, то десятками. Ну, просто когда я утром просыпался, никакой, ну, все. Я понял, некуда уже дальше. Ну, все равно я как-то собрался. Через пару дней, как были деньги, или через неделю, даже, может, удержался за эти, какой-то, может, пару недель. Я все равно был опять при деньгах какие-то средства, и опять был зален. Ну, был период, когда вы лишились всего? Ну, всего, что значит всего? Ну, я жив, и жизнь я есть. Ну, в плане, я имею в виду, да, конечно, это, и слава Богу, в плане недвижимости и каких-то вот долгов, когда вы просто, ну, физически уже, неморально не могли искать где-то в источнике этого заработка. Ну, это все немедленно накатилось, да, ну, эти долги. Ну, как-то я сперва их тянул, тянул, платил, ну, потом была квартира, ну, ее отобрали. Долгов там полно, ну, не знаю, сколько контор, ну, у всех я где мог, у меня официальная работа была, я по всем ходил, и несколько, по два, по три раза в одной конторе. Ну, все банки, все эти кредиты, которые давали, ну, я у всех брал, ну, сперва я платил, потом я ее погасил и брал еще больше. И так пока все, все они так и остались мне висеть, ну, из квартиры выгнали, там, какое-то имущество там было, продал, все проиграл, ну, все, ну, работы все меньше, этих денег, которые я мог зарабатывать, как работа, становилось все меньше, меньше, меньше. Так все и покатилось. Они все из дома выгнали, ну, сказали, все, хватит, нечего туда, ну, так и остался. Ну, можно сказать, это и был мой самый низкий, ну, яма, да, этап. Вы работали в правоохранительных органах в какое-то время? Да, да, было. Ну, так и отработал, да. Ну, там много играли, да, все знакомые, все коллеги, у нас весело было, ну, как работа, так много проводили в залах, было, о чем говорить в залах. Ну, я там, конечно, скрывал, насколько я был зависимый от этого, но все равно-то, да, было такое дело. Вот как раз вы сказали о том, что выгнали из дома, и о тех людях, кто находится рядом с зависимым, это семья и друзья, и могут ли они понять о том, что происходит с близким человеком? Вот давайте сейчас послушаем, что по этому поводу нам сказал выздоравливающий игроман, и позже поговорим об этом. До самого последнего момента, пока я не рассказал, никто из моих близких даже не догадывался, что я зависимый от азартных игр, и никто из моих друзей тоже не догадывался об этом. Так что, ну, можете себе представить, как хорошо я умел все скрывать, хотя дела были очень плохи. Но есть ведь такое определение, как игровой запой. Не знаю, насколько это было свойственно вам, когда зависимый человек не может выйти из зала, и он сутками, он забывает, теряет контроль времени, забывает есть и пить. Ну, это определяется количеством денег. То есть вы тоже находились, когда были ресурсы в игровом зале, сутками могли провести? Конечно, конечно. Ну, я не сутками, сутками, нет, я сутками там не сидел, по-моему, может быть, часов десять. Это, по-моему, уже рекорд для меня. Потому что я очень быстро все проигрывал. Игрок без меня никакой вообще-то. Ну, вот интересно, что близкие, зависимые, они могут абсолютно не подозревать о том, что... Ну, да, так есть, да, так есть. Как это в вашей жизни было? Да, я вообще мог, ну, скрывал, и... Ну, не знали они. Я все время придумываю истории, ну... Мне удалось там взять эти деньги, потом положить обратно, потом опять взять, потом придумать, почему я не отложил обратно. Ну, игрок, он вообще, насколько я тоже знаю игроков, они очень хитрые, очень умные, и придумывают такие истории, что... Игрока, в принципе, узнать может только игрок. Если кто не сталкивался, вот, да, по этим признакам, что он раздражительный, эти все время какие-то проблемы с деньгами, что-то все время случается, да. А так дома, да, если... Ну, я долго мучил. Мне было такое, что я хотел признаться, я думал, что это остановит мою игру, если я признаюсь, и как-то это поможет. Ну, я все равно не знаю сколько. Лет шесть, наверное. Примерно там ничего не говорил. Потом я признался, но это все равно не помогло. Я, конечно, признался честно, и я думал, что этому поможет. И я честно думал, что я не буду играть больше. А какая была реакция? Ну, шок, конечно, да. Ну, непонятно. Ну, этот первый такой, этот шок, он потом медленно как-то вырос, например, через пару месяцев, когда я опять начал играть. Что я не остановился, и потом просто вторая половинка, она узнала, что это такое. Но она тоже начала интересоваться и поняла, что я уже играл, там, не знаю, 10 лет до того, да. И что помочь, в принципе, трудно. Я же, ну, искренне хотел, я сколько клялся себе, там, дети рожались. Я клялся, что я не буду играть. Маме ничего не удалось, я тоже к этим колдунам ходил, еще туда, ну, ничего не помогало. И, ну, я, трудно, я могу представить, как она чувствовала, что поняла. И потом я все равно эти деньги крал и врал, и домой не ходил. Ну, кошмар, да. У нас есть звонок, сейчас радиослушатель на линии, надевайте наушники. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Сорвался у нас звонок. Перезвоните 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Еще раз повторюсь, 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вот у нас снова звонок. Здравствуйте. Добрый день, Константин. Да, слушаем вас. В Северической Думе довольно часто идут баталии о необходимости закрыть или не закрыть этих игровых залов, кодино и так далее. У меня к вашему гостю такой вопрос, как к пострадавшему. Влияет ли на игрока доступность игровых залов или казино? Поедет ли, грубо говоря, человек, живущий на югле, в запникаунс, если на югле закрыть все игровые залы, поедет ли он в запникаунс играть или в центр Риги, или не поедет? То есть есть ли смысл вот этих баталий о необходимости закрытия или не закрытия залов в доступности для человека? Спасибо. Да, спасибо вам. Спасибо. Ну, эти... Ну, вообще, конечно, я не сторонник, чтобы закрыть их или всё, но эти правила, да, они должны быть, да, конечно, там, чтобы зайти туда. Да, я считаю, должен показать паспорт, да, должны быть эти 18 лет, потому что я сам был в этом списке, который... Запрещающий входить. Да, запрещающий. Я сам туда, ну, мам, хочется играть, я хочу играть, и я пошёл. В один не пускали, другой пустили, третий пустили, четвёртый. Я уже знал, куда мне пускают этот список, он ничего не даёт. Если есть паспорт, я показываю, я знал, есть ли я в этом списке. Ну, тогда это будет действовать. И потому что это то, что мне голова творилась, когда я честно хотел и был трезвый, да, хотел не играть, я делал всё, а потом, когда опять эта тяга играть пошла или под алкоголь, я уже, ну, испытывал всё. И, в принципе, я ехал, да, я ехал даже, не знаю, 40-70 километров, чтобы играть только, и пьяный ехал, и так, и, ну... То есть, возможность риска даже увеличилась, что вы в алкогольном пении не садились за руку? Ну, например, если было бы какое-то, да, вот казино там уже, которые там солиднее или как, ну, я думаю, это должно быть. Я бы, может, мне когда-нибудь остановило, да. И если не было такой, их так много и так быстро, может, ну, я думаю, не заманило бы сейчас бы тоже вот эти правила. Не на каждом углу, если они нет, тогда это бы многих, ну... Могло бы остановить? Ну, да, остановило бы потенциальных игроков или... Которые ещё, например, не начали играть. Ну, да, 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 потому что... Ну, я так думаю. Потому что, в принципе, ну, у кого есть много денег, и кто может с этим жить и, может, не затягивает эта игра как... Ну, пусть они играют, пусть они отключаются, пусть они покупают эти ощущения, пусть они покупают ощущения в играх, пусть покупают ощущения проигрыша, ну... Почему нет? Вы говорите о тех, кто может контролировать. Да, ну, да, ну, или... да. Такая свобода выбора. Ну, я не знаю, но я не сторонник, конечно, чтобы закрыть их. Не был период, да, когда я там хотел взрывать и стрелять, и разрушать, да. Ну, я понимаю, что... Ну, это тоже для меня много что дало сейчас, я многое что узнал. И если я бы не был игроком, я не знаю, куда я бы попал, какой-то другой... Ну, не знаю, что бы мне... Иначе сложилось. Да, и мне бы не было этого пути, как сейчас, что я пытаюсь себя больше узнать, понять и куда-то двигаясь, и жизнь становится интересной. У нас еще есть звонок, слушаем вас. Слушаем, слушаем. Да, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вот я хотел задать такой вопрос. У меня есть друг, который проиграл деньги фирмы в свое время, когда, в общем-то, тоже в игровой автоматике. Вот мне интересно, как это происходит? То есть, когда вы начинаете играть, вы не чувствуете этот момент? То есть, как это психологически работает, вот эта потеря контроля, вот не могли бы описать? Спасибо. Да, спасибо. Да, спасибо. Ну, это что-то... Рубеж какой-то. Ну, я не знаю, это что-то неописываемое. Это, ну, когда деньги есть, они как импульс, как будто я сам не сам. Это что-то меня просто подталкивает. Я тоже такие вещи брал. Я крал деньги, я брал чужие деньги, которые я знаю, когда я смотрю трезво на это, но я не делаю такие вещи. Для меня это противопоказано. Ну, я просто знаю свои принципы, я так не делаю. Но когда эта тяга играть, и когда эта зависимость меня поглощает, я это, ну, делаю, такие вещи просто делаю. Вы почувствовали этот переход от контролируемой игры к... Ну, нет, ну, я тогда так не смотрел на себя, и, ну, я только знаю, что надо деньги, надо играть. Я манял хороший, я же себя обманывал, я же говорил, я выиграю, я положу обратно. Я же, ну, я же не хочу, я отдам больше. Я возьму, я отдам, я хочу больше обратно. Я же хороший, я же сейчас выиграю, ну, такой сам обман. Еще у нас есть звонок, слушаем вас. Олег. Да, слушаем вас. Добрый день. А вот скажите, пожалуйста, вот вы же играли для чего? Для того, чтобы разбогатеть, так ведь? Ну, вот выиграли бы вы миллион. У вас дети, у вас жена, у вас там дом. Все, вы бы остановились, или бы продолжали спускать этот миллион и играть до 10 миллионов? Да, спасибо вам за вопрос. Ну, не знаю. Ну, не знаю, я не выиграл. Стой, я выигрывал. Какой был, кстати, самый большой у вас выигрыш? Ну, да, это латок я еще был, ну, можно сказать, ну, 5 тысяч евро, да. Одним нажатием там, бам-бам. Такой пешок. Не было. Для меня это тоже было большие деньги. Мне было так, что я в одну ночь проиграл 3 года свою зарплату за 3 года. Пошли в одну ночь. Да, в одну ночь. То, что мне творилось внутри, ну, трудно бы сказать, ну, просто не хотел жить, да. Ну, мало, ну, мало, не знаю, ну, миллионов, да, мне бы, наверное, хватило. Ну, перестал я бы тогда играть, нет. Может быть, что бы купил. Ну, мне так тоже было, эти выигрыши, деньги. Я их мог взять, дайте, ну, куда-то, туда-то, ну, они все равно не решали мне ничего. И я потом их собрал и проиграл намного больше еще. Еще у нас есть звонок. Слушаем вас. Надевайте наушники. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, мы слушаем вас, вы в эфире. Да, я хотела спросить, может быть, я прослушала этот момент, я сначала слышала передачу вашу, но как помочь человеку осознать именно тот момент? Потому что я, ну, прямой связана, да, я бывшая, как вторая половина такого человека. И до сих пор, несмотря на то, что я вижу все эти, ну, признаки зависимости игровой, и хочу, и могу помочь, но человек не осознает совершенно свою зависимость и как раз-таки говорит, что вот еще немножко осталось, и мне повезет, и все будет по-другому, и совершенно нет в него возможности, желания останавливаться. И как вот этот момент, как подвести, может быть, к этому моменту, то, чтобы человек сам осознал и что-то начал делать. Да, спасибо вам. Да, спасибо. Ну, точно не знаю, ну, это от человека зависит. Ну, как он осознает? Ну, для меня это было то, что я проиграл и достиг свое дно. Или что-то мне там внутри случилось, что я понял. Ну, в принципе, мне вот такая тяга была играть. Я хотел, я не хотел играть, я хотел бросить эту игру. Сперва да, это было так, я там в игрой больше, и тогда брошу играть. И так и было, и мне ничего не удалось. Потом я уже понял, что я бессилен к этой игре, к этой тяге, которая меня туда тянет. Но я хотел остановиться уже сам, но невозможно было. То есть жизнь была уже неуправляемой вами? Ну, все, да, конечно, там, ну, игра со мной управляла. Все эти деньги, все эти, ну, ну, вся жизнь была игра. Ну, в принципе, раньше или поздно я все время был в этом зале. И, ну, не знаю, ну, я и пробовал, я говорю, я клялся себе, я пробовал всякие системы, и так играть, и так, и не, и признался туда-сюда. Ничего не помогало, хотел к нам, ну, ничего не помогало. Пока или я это дно, или что-то мне внутри так щелкнуло, что, да, я, ну, узнал сообщество. У меня было анонимных игроков, и как-то это сработало, что, ну, мне просто, ну, было такое время, что я вообще, я говорю, не хотел жить, я плакал, и так, я не знал вообще, что делать, да. Да, и, может, что-то ушло, или как, и мне просто пропала эта тяга играть. Я знаю, что это такое, да, если мне бы сейчас была эта тяга играть, то я бы был, я от вас бы вышел и пошел бы играть. Мне бы ничего не остановило. Я просто знаю, если бы я с мелким ребенком ехал в машине, он вообще там, ну, не знаю, сиданец, который... И все, у меня такая тяга, что я останавливаюсь, иду, иду играть, ну. Это как-то от самого человека. То есть это было вместе с ребенком, или вы каким-то образом? Ну, нет, я его ставил в машине и пошел играть, ну. Через пару минут выглядываю, а, он там еще сидит, я опять играю. Ну, ман, все было довольно по барабану, если мне хотелось играть. То есть осознать, это только самому можно прийти к этому осознать? Ну, я так думаю, да, я не знаю, у кого этот человек зависит, ну. Я только знаю, я не знаю случаев, которые, если он из-за детей пошел, игроманы, или там от второй половины, или от мамы, папы, ну. Обычно это не помогает, да. Ну, надо самому осознать, как это, ну, какой-то момент должен наступить. Нам уже пора заканчивать, но хочу вас спросить в завершении. В чем вы сейчас видите привлекательность жизни трезвой, и в чем видите радость и счастье? Да, да, интереснее становится. Она, я вижу в себя, ман, деньги как такие, отходят. Я понимаю, что, наконец-то понимаю, что они не счастье, да, не делают меня счастливой. Всякие нюансы, я смотрю на себя, я многим вещам радуюсь, могу испытать. Я узнаю в себе свои чувства, свои эмоции. Мне начинают нравиться люди и так далее. Ну, я надеюсь, мой эгоизм где-то, ну, ну, уходит, да, эгоцентризма. Ну, таким образом, как-то, ну, интересно, интересно жить. Ну, это только последние полгода мне, это не значит, что я сразу как избавился от игр, мне так было. Я хожу на эти собрания, я учусь, я иду в эту духовную программу «12 шагов». Я себя узнаю и учусь, и у других, и так, как-то мне становится легче и интереснее жить. Спасибо вам. Выздоравливающий Роман был гостем программы. Спасибо, всего доброго и до свидания.